Тиндельта функции 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 как другой решает задачи, когда вы смотрите, как я решаю задачи, когда вам какой-нибудь, не дай бог, репетитор помогает решать задачи. Это все абсолютно бесполезно. Заставить научиться вашу голову думать можно только одним способом думать, а не смотреть, как думают другие. Поначалу многие из вас очень любят делать домашнее задание вместе. И при этом там говорят, при этом чувство товарищества развивается. Это все чушь. Дело в том, что если вы делаете что-то вместе, каждый человек думает со своей скоростью. Ну, мы так и строим. Если вы с кем-то начинаете решать задачи, кто-то из вас думает быстрее. Мы так и строим. Очень невозможно найти двух человек, которые думают и тогда тот, который думает быстрее, он решает, а второй, что делает, на него смотрит. И тот второй в пустую, значит, другое дело. Как научиться решать задачи? Не знаю. Подключится вот это прояснение. Вот раз. Значит, конечно, этому можно помогать. Помощь состоит в том, что сперва, если задача не решается, вы смотрите, как ее кто-то другой решает. Самое главное после этого, самому заново ее решите. Не подглядывая, что ли. Может быть, первый раз. Вот просто потом. Вот вам домашнее задание. Какую-то задачу вы решили, какую-то не решили. Потом у нас есть практика. Я спрашиваю или смотрю на ваше ДЗ и говорю, давайте разберем такую-то задачу. Кто-то ее разбирает, либо кто-то из вас. Если никто не решит, я разбираю. Вы посмотрите. После этого, если вы задачу не решили, вы приходите домой и стараетесь ее решить, не подглядывая в это решение. Если вы утыкаетесь куда-то, откройте решение, посмотрите. Закройте решение. И не продолжите с этого места, а заново решите задачу. Потому что, конечно, если вы посмотрели, вы эту формулу сразу же, не думая, напишите. Понимаете? Главное, чтобы оно внутри окладывалось. И вот через некоторое время ваше серое вещество рано или поздно поймет, что ему выгоднее и экономичнее по времени самому решать задачу, чем понимать, как это сделано. Вот рано или поздно до мозга человека это доходит. Это сложный вопрос, что значит научиться решать задачи. Но я для себя это отвечаю так. Если вы открываете задачи, там есть задача. Кстати, во многих задачниках почти все задачи в ответах. Решение есть. Вот, например, есть очень хорошая задача, не говорите, партнер. Задача по физике для поступающих в ВУЗ. Он мне очень нравится, потому что я по нему учился. Он до сих пор здесь, я вижу, лежит, так сказать. Очень хороший задачник. У него есть один недостаток. Там почти все задачи решены. И сзади можно просто переписать решение. Вот это его недостаток. Очень велик соблазн не мучиться, а открыть страничку и переписать. Сделать это можно. Вы не получите, вы, может быть, получите на пол балла. Только если потом, через полнедели, с этой решенной задачей вам не придется, а это будет все сложно. И все это не сможете. И с другой стороны, если вы переписываете откуда-то решение задачи, это отдаляет момент прояснения в вашей голове, когда вдруг голова поймет, что решать задачи комфортнее, чем переписывать решение. Я для себя считаю, что человек может считать, что он научился решать задачи уровня такого-то задачника. Разные задачи, там задачи разного. Независимые. Вот когда вы читаете условия задачи, знаете, что там есть решение, но вы понимаете, что вам самому решить проще и менее затратно, чем листать страницы и искать страницу с решением, но лениво искать, значит, вы научились решать задачи. Если вам решить задачу менее трудозатратно, чем пролистать страницы и на этой. Вот, например, когда мне попадается какой-нибудь задачник, ну, нет, конечно, какого уровня, ну, обычно в учебном уровне, там, в школе или вузовке, незадачи международной олимпиады по физике. Это отдельная. А вот обычная. Я вижу задачу, мне легче ее, я ее решаю, получаю ответ, потом я заглядываю в ответ задачника. Если мой ответ совпадает с ответом задачника, я говорю, ну, ничего, автор задачника чего-то может. Если мой ответ не совпадает с ответом задачника, я что говорю? Автор дурак. Ребята, это касается нормальных задач, не задач олимпиады. Задачи олимпиады устроены немножко по-другому. Задачи олимпиады устроены так, что они сами по себе простые, но умные тети и дяди долго сидят и думают, как бы простую задачу сформулировать так, чтобы она казалась страшной. Это есть целое искусство, как замаскировать очевидное решение. И вот олимпиадные задачи я очень рекомендую вам пытаться выступать в олимпиадах, чтобы в конце обучения здесь вы бы стали победителем хороших олимпиад, это вам будет помогать поступать в вузы и так далее. Но знаете, самое интересное что? Самое интересное состоит в том, что когда мы учились, что это все было очень развито. У нас на физфаке было много олимпиадников, и городского и высшего уровня. Вот я выше городского уровня не поднимался. А вот ребята самого топового уровня, которые во всероссах участвовали, там побеждали, знаете, никого из них, из них физики ничего путного не получилось. Знаете почему? Потому что олимпиадные задачи не настоящие. Это когда задача имеет простое решение, но оно спрятано хитрым в дяде или тете. А настоящие задачи, они кривые, они требуют долгого вычисления, интегрирования, может быть, компьютерного моделирования. Природа не придумывает красивых, простых задач. И вот на олимпиаде важно угадать, какую гадость придумали тяде и тете, и вы тогда почти бесплатно получаете решение. А потом, когда человек начинает работать по-настоящему физике, писанием гигантской программы, которая на суперкомпьютере будет считать пару месяцев, постановка эксперимента, который надо готовить года два. И вот когда победитель олимпиады, который привык к тому, что надо подумать, угадать красивое решение, но ничего при этом не делать, и обычный человек встречается с какой-то задачей физики, математики. Победитель олимпиады начинает думать, как бы ее просто решить. А обычный человек начинает писать программу, начинает делать эксперимент. И постепенно он-то придет к решению. А этот человек рано или поздно бросит. И, скорее всего, бросит физику, а пойдет сочинять новые олимпиадные задачи. Есть целая плеяда людей, которые больше ничего не делают, как сочиняют олимпиадные задачи, маскируя простые задачи подслуживания. Я не говорю, что это не надо. Это тоже интересно, это приятно. Но к настоящей работе в науке это имеет весьма много отношений. Это что-то так... Ну, точно так же, как большой спорт, да? Вообще спорт помогает здоровью. А большой спорт олимпийский помогает здоровью? Вообще это способ самоубийства. Это здорово, быть победителем олимпийских игр. Только изначально к здоровью это не видит. Ни малейшего отлично. Вот тут примерно здесь все. Олимпиады высокого уровня. Понимаете, сейчас дошло до того, что олимпиады уровня Всеросса, они требуют знаний для школьников. Примерно студенты второго курса. Понимаете, количество задач ограничено. Школьная программа ограничена, и количество задач ограничено. И они вынуждены, чтобы придумать новые задачи, лезть дальше. Ну, так какой смысл? И появляются люди, которые в школе натасканы на второй курс вуза. Круто, да. Только потом из них ничего не получается. Кроме того, я крутой, я победитель Всеросса. Ну, вы знаете, что почти всех победителей высокого уровня, кто собирает? Пистех, да. Московский МФТИ. Ну, они просто... К ним на вход лом. Жуткий конкурс. Если вы не победитель Олимпиады высокого уровня, вы, скорее всего, теперь туда не попадете. А знаете, какая основная проблема ФИСТЕХа? По секрету. Знаете, что есть бакалавриат в 4 года, да? Это не до высшее образование. А потом 2 года магистратура. Это чуть побольше, чем высшее. А у них никто в магистратуру не идет. А потому что там пахать надо. А не угадывать красивые уменьшения. И они поучатся-поучатся в бакалавриате. Найдут местечко в Москве в компьютерной фирме, где хорошо платят. Говорят, да пошло оно, все. И ФИСТЕХу трудно заполнить их магистратуру. Туда ребята не идут. Так, там, с этим богом, что ФИСТЕХ даже хочет как-то придумать, чтобы не выдавать дипломы бакалавриата, чтобы заставить людей проучиться. Там тоже есть свои проблемы. Хотя я для всех ужасных люблю, мы их не дружим. Но вот они не такие шаги. Так. Ну, давайте теперь о том, как. Значит, как решать задачи? Невозможно дать совета. Нет, ну есть какие-то методы, но это все... Рано или поздно вот... Невозможно объяснить словами, как научиться ходить. Если человек не ходил, можно сколько угодно говорить, что надо поставить одну ногу, потом закрепить на ней равновесие, переставить другую ногу. Это не помогает. Чтобы научиться ходить, надо учиться ходить сверху за руку, потом делать два шага от стеночки к стеночке. Точно так же невозможно объяснить, как научиться ездить на велосипеде. Пока вы не почувствовали, как держать равновесие, слова без памяти. Есть только один способ научиться ездить на велосипеде. А не смотреть, как это делает. Это без памяти. Тем не менее, понятно, что вас много. Вообще говоря, проверять ДЗР мы не обязаны. И, конечно, мне на это время терять лень. Поэтому давайте договоримся сперва о некоторых правилах. Прежде всего, вы пишете домашнее задание яркой, контрастной, шариковой ручкой. Не блеклой, синенькой, которая практически не видна, а яркой и контрастной. Во-вторых, место надо экономить. Место надо экономить. И, конечно, писать надо на каждой строчке бумажки, клеточки. Но, тем не менее, буковки должны быть чуть-чуть меньше размера клеточки. Если вы будете писать вот так, то вы получите оценочку. Вот такую. А разглядиться, четверочка это или единичка, это депенс. Понятно, да? Домашнее задание должно выглядеть прилично. Вы сдаете несколько листов бумаги. И первая страничка ну, обычная страничка. Вот первая страничка. Там пишите, нет. Там вы пишите, домашнее задание. Подлыхание. Ну, пакет. Каждое домашнее задание не будет. Ученика такого класса, и ученица такого класса, мы их тренируемся. Понимаете? Ну, хочется пока, кстати, не надо. Хотя, вообще, надо привыкать себя называть парнем. Имя не отчество. И дальше, на первой странице, вы рисуете такую табличку. обычно вам задается пять задачек. Один власти. Если есть дополнительная задачка, и вы ее решаете, если нет, если нет, не вы не решаете, если вы ее решаете, тогда там текст отверстики, текст отверстики, и тогда их одна. Кстати, дополнительные задачки не обязательно решать к моменту задания, может быть, дополнительные задачки, это задачки типа олимпиадных, которые вот надо догадываться. В принципе, если вы решили не на этой неделе, а через две недели, пожалуйста, можете и тогда подать. Там, некоторые задачи, над некоторыми задачами можно месяцами думать, но с одним условием. Как только кто-то решил дополнительную задачу и здесь рассказал, дальше эта задача не рассматривалась. Дополнительные задачи это одного предъявления до того, как кто-то показал его решение. Понятно, да? Что-что? Ну, тогда, конечно. Нет, тогда да. А вот если мы переносим, да? Мы помним, что мы учим всех между собой в дисциплине. В принципе, пять задач, в принципе, можно получить десять баллов. Поэтому каждая задача сколько стоит? Два балла. То есть за задачи можно получить ноль. Это либо абсолютно не правильно, либо не читаем. Написать вот таким почерком, никто его читать не будет. Либо абсолютно неверно. Отрицательных баллов не должен. Иногда думают, лучше я ничего не напишу, чем напишу неправильно, а то за неправильно мне еще быть датчиков нет. Пытаться всегда. Короче, если все оформлено правильно и решение правильное, это два очка. Если либо решение правильно, но оформлено, из рук вам плохо, но все-таки можно прочитать одно очко, либо читаемо, но решение неверно, но есть разумные идеи, одно очко, ну смотри, а может быть и полочка, а если чуть-чуть какой-то незачет, может быть полтора очка, ну так, ну так, базовое, ноль, один, два, ну иногда бывает. Понятно, что если сдает работу несколько человек, там есть одна правильная идея, задача, а потом все одинаково напахали, это наводит одинаково напахали, это наводит на грустные размышления, либо это значит, что один писал, остальные срисовали, либо это значит, что есть массовый психоз, ну когда все делают, понимаете, правильно сделать можно, как правило, только одним способом, да, а неправильно сделать, способов много, и когда все делают одинаково неправильно, это наводит на грустные размышления. Если задача у многих решена одинаково неправильно, тогда никаких одного очка, вообще-то задача бывает решена или не решена, вот эти в те одно очко, пол очка, три четверти очка, это все в пользу бедных, на самом деле, либо вы задачу решаете, либо вы ее не решаете. Но, тем не менее, я считаю, что полезно идти навстречу и такие дробные очки в голове, но если вдруг на весь класс или на большую часть класса нападает общественный психоз, все эти динамы, но я кого-нибудь и завтра взял, что-то послушать, откуда издал 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 Ну вот так. Далее в следующей строчке. Да, если вы какие-то задачи не решали вообще, мы в этом месте не решали. Вот такая табличка означает, что вы вообще по двум задачам ничего не написали. А здесь вы ставите очки, какие вы бы поставили себе за ваш решение. Вы здесь пишете здесь вы ничего не пишете. Здесь понятно, что будет? Да, кстати, если вы не решали, то вы перечеркиваете, конечно, нажимаете. А здесь ваши очки вы получите. И далее рядом с этой табличкой стоит подпись ваших родителей. это чтобы не получилось следовать письмену, когда вы захотите письмену, чтобы вы прибежали сюда и утром писали, и писали. только что? Да? Так. Тут будет место для замечаний и того. что? Да? святой минус. Две на две. Вот эта клеточка две на две клеточки. Четыре клеточки вновь. Это как раз это символично. Кстати, на всех олимпиадах везде будет писать какие-то стандарты. Это стандарты. Он давно придуман. Далее да? Если собой то стандарты на листочках. Вот вы сдаете вложенные листочки. Вот это первый листочек. А дальше пошло. Значит, более чем желательно. Что? Не было так первый листочек, а сидел второй, чтобы они бежали подверг, первая страничка, вторая страничка понятия была так. Тем не менее, обязательно все страницы направляются на понятиях. И на понятиях как это не так, и сайта сейчас здесь по одни работе. Не что здесь друг друг будет работать. Будет с вами сдавать работу. Путин кто-то будет потом подавить работу. Ничего другого попадали. И потом появляется неизвестный чей неизвестный человек. Друг чей неизвестный человек. Друг он должен. Понятно. Да? Далее. Далее. Далее начинается задача. Во-первых, крупно и, может быть, даже подчеркнуть все задачи нумеровать, типа задача номера, чтобы это было видно, а то вы любите. Нет, нет, нет. Вообще поля только для ваших фамилий, и все. Поля не для вас. Поля не для вас. Поля не для вас. Поля не для вас. Только там наверху подпишитесь. Или внизу. На строке было видно. Сейчас он вылетит вниз. И вот вы начали задачу, и дальше только эта задача. Ваши сверстники предшественники очень любят начать решать одну задачу, потом ее бросить, начать решать другую задачу, потом решать продолжение четвертой задачи. Задачу начали, задача кончила. Ну, в общем, все равно. В общем, все. Только чтобы было видно, где одна кончилась, а где другая началась. Далее. Далее. Далее следую. Условия задачи. Условия задачи. Условия, да? Условия, да? Условия, да? Условия, да? Когда вы будете задавать сконтрольный экзамен, вы знали, какую задачу вы сможете. Это первая причина. Вторая. Вот когда я учился, правда, не в этом здании, в этой школе, у нас в кабинете математики над доской висел прекрасный плакат. Там было написано, прежде чем решать задачу, полезно познакомиться с ее условием. Так вот, господа, пока вы пишете условие, может быть, вы его прочитаете. Вообще-то это для вас, а не для меня. Вообще-то это для вас именно. Но только, если потом, глядя на дворник вашей работы, за вас будет стоять. Стоять? 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 А? Стоять? Стоять? Стоять. Стоять. Стоять? 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 Ну, человек, какой-то если это я тут? У меня не видно? У меня не, в что здесь будет. Не знаю. Пtóать. Ну, я ветеринка ветеринар outfit. Мне вообще, если бы вы издавали не рукописные решения, а набитые в борте, у меня было бы куда-то пользоваться. Ну, как вы пишите? Пожалуйста, еще раз. Только когда вы распечатываете и клеите, вы не читаете это условие. Понимаете, вы как устроены. И это и в вузах, и на Олимпиадах. Какая-нибудь задачка, что-нибудь про апельсины. А, про апельсины у нас в школе была задача. И вы вспоминаете то решение. Ну, вы же решали в школе на нашей практике. И пишите то решение, на которое вы сделали. Потому что задачи такие не будут. Господа, таких анекдотов полно. Но, кстати, когда вы сделали олимпиадные задачи, мы действительно развлекались в школе, берем задачи, и даем парадашку, которые здесь не ставят. И чуть-чуть меняешь условия. На одно-два слова. Какие дураки на районные олимпиады. Да это же вы решали. И распишут то решение, которое обсуждалось. Решение. Решать надо ту задачу, которую вам дали. А не ту решение, которую вы вдруг вспомнили. Так вот, чтобы заставить себя пропустить. Вообще говоря, человеческий мозг. Ну, не у всех, но у меня, например. Я через себя пропускаю только то, что я написал в своей руке. Вот если я что-то написал, это через мою голову прошло. Когда я читаю, я читаю формулу. Понятно, понятно, понятно. Глаз начинает скользить по формулам. И вдруг я понимаю, что уже на третьей странице книжки. Я ничего не понимаю. Вот я устроен так, что для того, чтобы понять, что написано, мне надо все вывести своими руками. Иначе это проходит мимо моей головы. Я думаю, что большинство людей так устроено. Вот здесь у вас стоит крестик. То есть, то это часть задачи. Все равно у вас должна быть. Потому что вам потом надо решать решение. В этом случае, наверное, нерешенные задачи лучше писать в конце. После этого, следовательский пункт, в самый неотъемлемый, в самый творческий и самый труд, который мы неотъемлемый, в самый творческий и самый труд. Иначе это не решение. Снова в стихии. Короткое. У вас будет вопрос. Идея решения. Это не решение. Это не решение. Это, грубо говоря, одно-два предложения. Что надо делать, что мы здесь? Вот когда мы делали некоторую книжку по решению сложных олимпиадных задач, у нас было так. Условия задачи. Далее. Это первый раздел, просто список задач. Второй раздел. Там условия и только идея решения. То есть человек не решил задачу. Дальше он что делает? Только читает идею решения. И, в общем-то, хорошо бы, чтобы хотя бы прочитав идею решения, он потом ее смог решить. Это следующий этап. Но даже для многих, сказав, как решать задачу, там если есть много, там надо что-то считать, какие-то математические действия. Будет масса работы. Но идея решения – это трудно. Это не должно быть сочинение и повторение. Идея решения. И так дальше идет идея решения. Это все чистое состояние. А вот дальше идет слово «давно». И дальше эти задачи в числах. Вы пишете там «в равно 10 метров в секунду». Дальше ставите черту. И что под чертой написано? Подсоединяйте. А там скажем кратенько. Что найти уже тут написано. А вот здесь вы пишете слово «решение». И смотрите, вы здесь дано какую-то часть странички использовали. Ну, там не надо расписывать. Ну, как-нибудь. Если дано… Ну, вот стволик у вас. А вот еще полно. Знаете, что вы здесь делаете? Три рисуна, на котором изображено то, что происходит. Пожалуйста, ребята, делайте рисунок во всю эту рисунку. Вы тут делаете рисунок, который поясняет то, что происходит. Ну, там, например, какая-нибудь земля, дерево и падающая с него яблоко. И на этом рисунке указывают все эти рисины, которые даны. Например, дана масса планеты. Уже без цифр. Просто. Эта масса – это масса цифр. Например, дана радиус планеты. Например, дана масса яблока. Например, дана высота дерева. Прежде чем решать задачу, полезно познакомиться с ее условием. Когда вы рисуете рисунок, вы еще раз пытаетесь познать условия задачи. И вторая причина. Дело в том, что мы с вами будем изучать физику, которая была до середины 19 века. Представляете, мы будем с вами изучать физику 200-летней и более давности. То есть, классическую физику. Классическая физика жутко наглядная. Она была устроена. Что вижу, то описываю. Так вот, когда перед вашими глазами есть картинка, на которой изображено изображение, она вам, как правило, помогает. Понять. Понять, а что делать. Это реально удобно. Это реально удобно. Но если потом окажется, что человек, глядя на условия и картинку, не может понять, о чем задача. Ну, господа, эта клиника. Такое молодец. А вот эту задачу не решил в конце четверти? Задач не решайна. Не решил. Ну, я забыл. А о чем задача? И... А кроме И, И... И... Далее. Здесь вот мы страничку заполнили, а дальше у нас уже свободная страничка. И вот дальше начинается настоящее решение. Каждый шаг вы пишете. Ну, я как-то перенесу туда, это подолкает. Дальше, кстати, первое. Ну, чего-нибудь там пишете. Э равняется гамма М на... Ну, например, ворот, ворот, ворот. И здесь в скобочках очень кратно, а вы правы пишете, а почему я это тоже пишу. Дальше, вы сказали, что рисунок тут занимает все изображение, да, так. Дальше, я говорю. Я говорю, что рисунок тут занимает все изображение, да, так. Вообще, что иностранечки. Только, ребят, здесь нет сочинения. Например, у нас вся механика будет основываться на второй законе Ютуба. Надо писать вензерная форма второго закона Ютуба. Мы начинаем только формулы, которые мы сникали вискинг. Если вы как-то из двух формулы встречаете и нечестное, это будет предъявленный. Предъявленный вискинг. Вы не считаете вискинг? И вы считаете вискинг? Нет. Нет. Если вы в двух две решения задачи решили, вас будет, допустим, такой вискинг, то они не считают. Надо вензерный вискинг, который... А вы решили так. Нет. Но вы так напишите вискинг. А если вы вискинг, то решение надо писать по формуле решения квадратного уравнения. Из первых двух уравнений мы их решили вискинг. Нужен каждый шаг на первой, да? Поэтому, если тут одно уравнение, здесь второе, а здесь мы их решаем, мы просто пишем из один и два. Из первой и второй. При этом, господа, вы договорились, что математика проста. Если вы решаете что-то стандартное решение квадратного уравнения или исключаете одно неизвестное из двух уравнений, можете этого не писать. Мы считаем, что здесь всю математику мы знаем. Это вы на математику там разбираетесь. Умеете вы решать систему квадратного? Если вы не умеете делать элементарные математические вещи, физики делают ничего. Потому что язык физики – это язык математики. Бесполезно писать стихи на языке, которого вы не выучили. Поэтому в описании литературного произведения иногда же мы пишем, что здесь автор сделал то-то. Мы не пишем, а вот здесь автор поставил запятую, потому что это диепричастный аппарат. Понимаете, да? Мы говорим, что думал автор, а вот как он это написал – это… Ну да, математики – это язык физики. И если вы не пользуетесь экзотически… А вот такой. Вы решили эти задачи и придумали что-то другое по математике. Вот. Вас прямо распирает. Вы придумали… Знаешь, я так… А вот… А вот Александр Сергеевич, вы это так выводили… А я не думал… А может быть и… Десять баллов по-моему… Ну, вы там дальше не знаете… Ну, вы там дальше не знаете… Ну, далее решайте, все что вы говорите. И в конце – магическое слово. Что такое? Ответ. И дальше – ответ. Должны быть фразой. Это ответ, но основный тип опрос. Он совсем не обязательный слов. Ответ говорит какой-либо… Например. Если не так, то так. 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 А это… Ну, на самом деле, если вот такой ответ сложный, то иногда, когда вы получили ответ, он не всегда равен. Тогда вы решили ангаси. Ну, например, у вас ответ был какой-нибудь так… Т равняется С на В минус… Ну, это просто… Скажите… Так, а всегда это… Да, наверное, если у… Правда, когда… Треба… Треба… Да? А еще может быть… А если у больше… Треба… Треба… Время ответа… Можно придумать ситуацию… Что это в этой инициативе. И вот тогда вот, когда такие инициативе есть, есть, полный истинский, что-то в плане… Не важно это. И последнее, если у вас задача числа, то, например, 5, 4, 5, 10, вы все равно пишете. Вот здесь, да-да-да-да, отзовите, вот у, у, у. И только потом, последний пункт, вот мы все в углу спешили, последнее, там, с равняется с, равняется с в минус у, равняется с, что, на 50, не 10, то, что нет, равняется, и сколько здесь будет. Конечно, как вы там считали, из-за 1, как на 2, на 3, 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 на 3. Условие время равно, когда что здесь стоит, равно и число, которое… Вот såateral меня их сидит в полтора дня. Вот так же это возможно. Продолжение следует...